у ребятки всем здравствуйте с вами расхититель помойки и у меня для вас офигенные новости как и для меня в общем я снял топовый гараж в нем почти 50 квадратов именно в краснодаре не очень не хватало этого помещения потому что где мне еще творить и складывать находки с помойки в этом видео я его покажу и покажу как я его обустроил за кратчайший период времени с вас обязательно лайк на это видео ну и обязательно подпишитесь на мой канал потому что такой контент вы нигде не увидите а только у меня в ребятки и так приступим к обзору гаража снимаю все нафиг одним дублем мне вообще впадлу монтировать потому что обури бявлить вот зацените при входе в гараж на полу лежит плитка и у меня есть своя кормилица вот кстати что у меня тут по находкам бутылки от пива но это кстати не я пил тут самса тухлая с помойки уже там это ну всякие барахло вот это после уборки там сухарики ели всякая чипсички вот камера дырявая но суть не в этом суть в том что этот гараж просто изумительный снял я его за 10 тысяч рублей в месяц здесь есть круглосуточный доступ круглосуточный свет и делай вообще чё хочешь как дом шуметь можно там музыку на всю врубать в общем пушечка и так при входе в гараж вот здесь есть яма там комната небольшая там все захламлено всякие коробки пустые там буду беру вообще топовая яма там буду хранить что-нибудь запасы скормили всякую тему здесь у нас туда вот здесь я купил стеллажи купил в леруа мерлен 26 тысяч рублей я потратил на вот эти стеллажи это новые абсолютно их здесь 5 штук вот здесь сумках уже хранятся свежие находки с помойки а вот еще новая партия находок подъехала зацените транспорт топовый по помойкам ходить вот этот я теперь тоже буду использовать для перевозки крупногабаритных находок и всяких шмоток вот здесь свежие находки шторы там обури бяулить вот свитер какой-то ну короче биба полная но это все купят на барахолке по 50 рублей так дальше тут шкаф притащил с помойки всякий хламовник скидывать дальше здесь мы не только находки на этом стеллаже будем складывать ну и собственно свои разные вещи тут паву где-то живет видите паутину пустил вот этот стол это просто мощнейшее произведение искусства его изначально его изначально тут не было посмотрите вот как выглядел гараж вот фотки он был абсолютно пустой но буквально за три дня мы построили вот этот стол там столы и все короче свет все сделали в общем этот стол я сделал буквально за один день за 12 часов дима мне там помогал помогал там везде там доски подавал там но разработка моя такие столы вообще это на заказ можно делать я могу вообще на этих столах деньги такие зарабатывать космические потому что ребят ну такой стол на заказ это сделать 10 тысяч наверно 20 будет 30 за это стол бы брал без учета материалов стол очень крепкий вот на него можно на него можно спокойно залазить он можно прыгать он выдержит любой вес и это все я делал шурупчики болтички в общем доски пришлось в леруа мерлен покупать всего всяких материалов я купил на десять тысяч рублей ой на не на 15 тысяч рублей всего накупил досок там шурупчиков болтичков тут у нас небольшая порция инструмента электрического вот это дрель с помоечки вот этот лобзик с помоечки перфоратор мой низ помоечки болгарка моя покупал нас помоечки тут вообще почти все с помоечки а еще мы купили вот такой сварочный топовый аппарат который мы будем использовать для постройки различного самодельного транспорта ну что-то наподобие такого велика только там четырех пятиколесного там шести колечного на гусеницах для того чтобы ездить по помойкам чтобы огромный был багажник как у фуры так далее в общем это зона зона ремонта зона там что-то чинить крутить вертеть здесь склад под находки здесь место под сортировку находок грушу приволок которую нужно будет повесить потому что я вообще очень мощный я на самом деле боец вот кто не видел мой бой на эпик файтинге я вот ссылку прикреплю я дрался по правилам мм а как настоящий этот конор макгрегор в ринге дрался я слушаю мои команды внимательно бойцы после команды стоп не работа пожали руки по углам что я боец и мне надо отбивать кулаки набивать а то я там на этом бойсе мизинец сломал ну ладно я короче грушу повешу буду набивать все кулаки для того чтобы отбиваться от конкурентов на помойках также у димы дома забрал ты диван то что он все равно оттуда съезжает диванчик у нас вот здесь есть в общем гараж подделен на две зоны вот эта зона склад ремонт шурупчики болтички крутить вертеть дальше видите тут шторки есть их можно задвинуть и разделить этот гараж на две части а вот эта часть это уже чел зона и зацените что у меня имеется вот такой вот пультик смотрите а вот это уже ребятки как настоящих клубах это у меня для стримов установка света музыка здесь работает смотрите она под звуки реагируют вот смотрите бью по столу видите срабатывают на звук да это света музыка я покупал для стримов здесь у нас тумбочка тут кстати еще одна дверь есть но она нахер заварена там окно даже есть так вот вот дым машина вот она вот смотрите обжегся сука так вот здесь на полочке установил этот компьютер под стримы да в этом гараже будут проходить прямые эфиры вот коврик постелил диван вот сюда будем его ставить сидеть веселиться там задание всякие выполнять ну вы же знаете да что я тоже стример как бы так на минималках поэтому залетайте на мои стримы обязательно не пропускайте там очень весело вот включаем короче свет здесь есть еще свет он как бы не обычный свет он как бы еще и светит понимаете ну то есть его можно регулировать если я буду запускать стрим то лампы делаешь вот так и они будут светить вот прям в лицо то есть видите меня видно отлично но если дыма не было вот 2 2 лампа тоже также регулируется вот так бам и все и все светит мне в лицо и как бы считать студийный свет за копейки тут два в одном когда нет стрима светит на стола когда есть в лицо компьютер актер вот у меня микрофон блюете старый очень добрый клавиатура с помоечки мышка с помоечки колоночки это я там у кого-то спиздил не помню вот компьютер в принципе такой ну средний по характеристикам еще сверх естественного интернет у нас тут через модем вот недавно у такую выбору нашел на помоечке планирую тут рот ей просверлить ну не важно зачем как бы not волосы у нее как настоящие прикольная тема это наверно в парикмахерских на них там эти причесочки всякие тренировали причесочки вот вот как бы вот и колонка чебель фонарики но ответе стеллажики сделал это вот зона моя тут все мое барахло подсветочка стул тут будут что-то крутить вертеть а еще мне подписчик подарил вот такой вот вот такой вот трон на колесиках вот ну прям царский реально для меня просто ништяк вот картинку кстати недавно нашел новую для белья ну собственно она будет у меня не для белья потому что я такие корзинки использую как багажник у себе на лайбе вот видите у меня тут две корзины установлено но они уже все вот поломались пора обновиться тут у меня кстати на лайбе музыка установлена это мой велосипед вот по помойками на нем езжу ваще или вообще элитные ребятки электронный колхозник называется электрический аккумулятор на 20 миллиампер часов заднее мотор колесо по документам 249 ватт вроде а по факту 300 чем-то там багажнику тут кастомный багажник наварен все тут улучшена грузоподъемность то есть лайба вообще топовая всем такую советую ну и собственно спереди у меня огромный багажник за счет такой корзины от белья правда ее надолго не хватает она трескается наверно вторую такую же где-то может найду или куплю все таки и тут она халява досталась и вот так вот и и ставлю у меня будет еще это больше места ну короче лайба для помоечки огонь этот гараж мы обустроили с димой примерно за три дня все побырику сделали так здесь у меня стеллажик тоже вот полки это вот эта полка с помойки наши найдено вот эти доски все с помойки уголки пришлось только купить а досочки вот эти топовые с помоечки пригодились вот видите я же боксер боец говорю он меня пиксерский парксерские перчаточки вот здесь два комплекта ну чтоб спарринговаться это я на стриме буду драться вот что еще сказать ну все ништяк ребят гараж топовый этот кстати стол мне подогнал хозяин гаража для компьютер актера вообще стол классный правда он немножко не вписывается но принципе пофиг пойдет обури баврить дальше еще забыл сказать по электрике мы вот здесь установили вот здесь видите четыре розетки тут четыре розетки пустили отдельную линию проводов толстых сечением два с половиной миллиметра и эти провода черные нам достались помойки вставлять кота может видосе я даже их показывал в каком-то наверное позапрошлом до вроде в позапрошлом видосе находил моток черных кабелей топовых вот сюда заюзали они как раз пригодились просто провода вообще очень дорогие так вот зачем я эти розетки пустил для того чтобы подключать вот этот сварочный аппарат или что-то мощное что проводка выдержала просто хрен его знает какая тут проводка по дефолту нам тут пришлось эти розетки менять потому что вот смотрите вот тут розетка была она вообще сгорела видите копоть и пришлось менять тут розеточки поэтому не уверен в проводке поэтому мы пустили отдельные две линии и завели вот туда в коробку вот ну собственно основной раскал гараж говорю почти 50 квадратов здесь будут проводиться всякие ремонты я буду строить тире и сварочный аппарат буду строить различных транспорт самодельный для помойки главное грузоподъемный чтоб это и права чтоб не нужны были а то у меня прав не также здесь будут проводиться стримы очень веселые крутые всем советую подпишитесь обязательно на мой лайв канал тоже в описании ссылочка будет вот видос помойки уже будет скоро он в процессе я тут болел блин у меня жена вот с больницы только сегодня вы выписали ее с дочкой короче подцепили ротовирус не знаю может я там что-то с помойки сожрал у всех заразил надеюсь что нет а может вот на стриме сыр ел с помойки может и за него хрен его знает но я вроде не даже не дрыстал ладно ребятки полечу домой ставьте лайк если вам понравился этот гараж обустроился он реально за три дня гараж вообще получился бомба и это все еще ну основное мы только сделали дальше уже в процессе будет гараж улучшаться обустраиваться и заходите на стримы тому же все будете видеть ну на стримах и видосов короче гаража еще бомба это значит что обуридал ведь гараж все всем пока и ставьте лайк перед выходом ребятки лайба просто бомба и быть такие радуюсь еще капец